Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы с вами поговорим про USB флешки. Расскажу про то, на какие моменты стоит обращать внимание при выборе и покупке данных устройств. У меня сейчас есть целая подборка различных флешек. За это я хочу сказать спасибо компании Western Digital и магазину CityLink за эти предоставленные образцы на обзор. Также хочу отметить, что они не вмешивались в сценарий, в текст данного видео. То, что я расскажу дальше, это мое собственное мнение. Ну, а те образцы, которые вы увидите сегодня в ролике, вы можете приобрести по ссылкам в описании. Давайте начинать! Один из главных вопросов, который возникает при выборе флешки, это интерфейс подключения. Какой выбрать? Более старый и более дешевый USB 2.0 или же более современный и более быстрый USB 3.0? Интерфейс напрямую будет влиять на скорость передачи информации на компьютер из компьютера. Если в случае USB 2.0 максимальная теоретическая скорость передачи данных может достигать 480 Мбит в секунду, то в случае USB 3.0 уже 4,8 Гбит, то есть в 10 раз выше. Поэтому однозначно на сегодняшний день стоит присматриваться как минимум к флешкам стандарта USB 3.0. Вот, например, у меня флешка с разъемом USB 2.0, вот он на упаковке прям подписан, и флешка с разъемом USB 3.0. Оба этих интерфейса обратно совместимы, то есть флешка со стандартом USB 3.0 будет отлично работать на компьютере с портом USB 2.0, просто на более низкой скорости. Недавно также на рынке появились новые модели флешек с разъемом USB 3.1 и еще есть USB 3.2. USB 3.1 может обеспечить максимальную теоретическую скорость передачи данных до 10 Гбит в секунду, а USB 3.2 еще в 2 раза выше. Но, само собой, вам нужно учитывать то, что ваш компьютер должен иметь соответствующий USB порт с поддержкой такого стандарта, иначе флешка будет работать на более низкой скорости. Ну а сейчас давайте сделаем сравнительный тест, посмотрим, какая скорость у флешки USB 2.0 и USB 3.0, чтобы наглядно вам показать разницу. Первой давайте будет на очереди флешка SunGisk Cruiser Force с разъемом USB 2.0. Давайте подключим ее и проведем тест. Получается, флешка показала нам 27 Мбит в секунду на чтение и 18 Мбит в секунду на запись при последовательном доступе, и 4,2 Мбит в секунду при случайном доступе, что, конечно же, не густо. Теперь давайте с вами возьмем вот эту вот SunGisk Ultra с разъемом USB 3.0. Здесь скорость чтения заявлена уже на упаковке до 130 Мбит в секунду. Посмотрим сейчас, что получится на тесте. Ну и здесь, ребята, как видите, результат, конечно, намного бодрее. Скорость чтения получилась аж в 150 Мбит в секунду, это даже выше, чем заявлено на упаковке, и это примерно в 6 раз быстрее, чем на флешке с USB 2.0. И скорость записи 44 Мбит в секунду примерно, это где-то в 2,5 раза больше, чем на предыдущей флешке. Поэтому, ребята, однозначно, выбор в пользу USB 3.0 очевиден. Второй вопрос при выборе, с которым вы столкнетесь, это корпус и дизайн. Сейчас выпускаются флешки самых-самых разных форм и размеров. Есть большие вот такие вот, есть флешки маленькие, миниатюрные, вот, например, SunDisk UltraFit. Есть, в общем-то, самые разные формы сейчас, там флешки маскируют даже под брелки для ключей, там любые есть расцветки, любой дизайн вообще. С практической точки зрения наиболее прочными являются флешки в металлическом корпусе, вот такого плана. Но в идеале, если будет корпус металлический, еще сверху, например, покрыт резиной для того, чтобы дополнительно его защитить от ударов и механических повреждений. Вот пример флешки с пластиковым корпусом, иногда, кстати, в продаже встречаются даже деревянные корпуса. Достаточно часто флешки выполнены в выдвижном корпусе, то есть вот таким вот образом она выдвигается. Это, в принципе, хорошо, потому что разъем защищен там внутри, ну и колпачок не будет теряться, потому что его нет. Бывают специальные даже водонепроницаемые флешки в продаже. Третий очень важный аспект, о котором хочется поговорить, это скорость чтения записи. Очень важный вопрос, на самом деле, потому что не всегда, если вы покупаете флешку с разъемом USB 3.0, она будет иметь соответствующую теоретическую скорость. Нет. Очень важно именно знать заявленную производителем скорость чтения записи, а также, конечно, смотреть реальные тесты. Самые бюджетные флешки имеют достаточно низкую скорость чтения записи, где-то до 10 Мбайт в секунду. Это при том, что у них может быть разъем USB 3.0. Из бюджетных наиболее предпочтительны флешки со скоростями 10-50 Мбайт в секунду. В идеале, конечно, в идеале покупать флешки со скоростью чтения более 100 Мбайт в секунду и записью более 50. Они, конечно, существенно дороже, но зато пользоваться ими намного-намного приятнее. Файлы копируются быстро, не нужно очень долго ждать. Если же вы, в принципе, копируете файлы не так уж часто и не в очень больших объемах, то в целом можно и более низкими скоростями обойтись. USB 2.0 и 3.0 я вам уже флешки показал. Давайте сейчас протестируем еще вот это вот USB 3.1. Компактная флешка, SanDisk UltraFit. Ну и посмотрите, какая высокая здесь получилась скорость. Здесь уже гигабайты в секунду. Это в десятки раз выше даже, чем на USB 3.0. Давайте сейчас вам для наглядности выведу все три теста. USB 2.0, USB 3.0 и USB 3.1. Я думаю, здесь все абсолютно понятно. Даже не требуются дополнительные комментарии. Однозначно имеет смысл выбирать более современные флешки с разъемом USB 3.1. Но при этом стоит учитывать, конечно же, чтобы у вас компьютер был тоже современный с соответствующим портом. Иначе флешка будет работать медленно. Пункт номер 4, ребят. Очень важный, на который, конечно же, нужно обращать внимание. Это объем. То есть, сколько информации может вместить флешка. Тут на самом деле все очень-очень индивидуально. Будет зависеть от ваших задач. Вам нужно примерно понимать, какое количество информации вы планируете носить с собой. В целом сейчас популярны объемы от 8 до 256 гигабайт. Есть и более емкие флешки на 512, терабайт или даже 2 терабайта. Но они стоят уже очень дорого. Что касается лично меня, то я бы на сегодняшний день выбирал флешку как минимум на 32 гигабайта. С учетом всех современных реалий. Ну, а если вы работаете там не только с документами, да, но и, допустим, с видео, какие-то, может быть, рабочие проекты скидываете, еще что-то, то тогда лучше всего брать на 64 гигабайта или же 128. Это более оптимально. У меня все флешки, которые сейчас есть на обзоре, они на 64 гигабайта. Ну, это такой наиболее оптимальный вариант, в общем. Последний, ребят, пятый пункт, на который я бы обращал внимание, это наличие у флешки разъемов под смартфон или планшет. Android или iPhone, такие флешки есть, называется еще Dual Drive. Это очень-очень удобно на самом деле, потому что вы можете флешку подключить не только к компьютеру, но еще и к смартфону. Здесь такой принцип, то есть с одной стороны разъем обычный USB 3.0, то есть с другой стороны, либо microUSB, либо есть также варианты с Type-C портом, либо Lightning на iPhone. Здесь вы уже выбираете флешку в зависимости от того, какой у вас смартфон, и, соответственно, вы можете либо быстро перекинуть информацию, то есть со смартфона на флешке, а с флешкой уже на компьютер, либо вы можете использовать такую флешку для освобождения пространства в памяти телефона. Это тоже очень удобно. Итак, ребят, что можно выделить самое главное из того, что я сказал выше? Ну, во-первых, берем флешки с интерфейсом USB 3.0 или более новым. Во-вторых, обращаем внимание на реальную скорость чтения записи, то есть не покупаем самые бюджетные флешки, потому что они очень медленные, даже при наличии интерфейса USB 3.0, и удовольствия от использования не будет никакого. Ну и также учитывайте, что есть еще специальные флешки, которые можно подключать к смартфонам и планшетам. Там цвет, дизайн, форма корпуса, это уже по-вашему усмотрению. Вот эти и другие флешки вы можете приобрести в электронном дискаунтере с сети Link. Там очень широкий ассортимент, выгодные цены, регулярно сам там тоже закупаюсь, ну и вам могу порекомендовать. Так что переходите по ссылкам в описании, выбирайте флешку вашей мечты. С вами был FutureTime, подписывайтесь на канал.